Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи! Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя имя святой Его! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мне хотелось бы продолжить наш разговор о Таинстве Крещения. Это действительно очень важное событие в жизни человека. Ведь через Крещение каждый человек, каждый из нас, принявший Святое Крещение, получает доступ к удивительным возможностям. Прежде всего, крещённый человек имеет возможность получить всё, что есть в Церкви, все церковные таинства, и венчание, и исповедь, и причащение. Если захочет стать священнослужителем, может принять Священный Сан. И вообще ко всем службам церковным. Кроме того, для крещённого человека в Православной Церкви открывается доступ во все православные храмы. И в том городе, где он живёт, и в других городах, и не только России. В каждом православном храме, в каждом православном монастыре, и не только, опять же повторюсь, на территории России, но и Болгарии, и Грузии, и Румынии, и Греции, Сербии, храмы патриархатов Иерусалимского, Александрийского, Константинопольского, Антиохийского ждут православного человека, где бы он ни находился, в любой точке земного шара. И мы там можем быть воспринимаемыми не как туристы, например, а как дети, пришедшие в дом своего Небесного Отца. Мы там не гости, а мы там именно дети нашего Владыки, нашего Господа Иисуса Христа. Вот такую удивительную, уникальную возможность получает любой православный христианин, где бы он ни находился, куда бы его судьба жизнь ни занесла. Если сравнить с Евросоюзом, то, ну что, у Евросоюза, там половина Европы только занята их влиянием, а православный человек может быть везде, в любом православном храме принят как дома. Но что там земля? Даже за пределами нашей, не только земли, а самой Вселенной, в тех мирах, о которых Библия говорит на своем языке, языке оригинала «га шам маин», то есть «за предельно небеса», там, где обитают ангелы Божии, там, где обитают души святых людей, и там крещеный православный человек свой. Он может общаться с архангелами, ангелами, встретиться с преподобным Сергием Радонежским, познакомиться с Александром Невским. В общем, такой доступ открывается любому православному человеку через таинство Христового Крещения. И ни границы пространства, ни границы времени для него не являются какой-то неопреодоримой преградой. Однако к этому таинству, к этому важному событию нашей жизни, конечно же, нужно готовиться. Подготовка включает в себя необходимое внимание со стороны, если кретится, ребенок, его родителей и крестных родителей, крестной мамы, крестного папы. Если кретится взрослый человек, то тем более необходима подготовка и для самого взрослого человека. Необходимо прийти в наше время в храм, узнать, в какие дни и часы проводятся беседы для желающих принять крещение, и все эти дни, которые будут предложены для собеседования, непременно лично присутствовать. Либо сам священник будет проводить эти беседы, как правило, несколько дней, либо его помощники, но они постараются разъяснить смысл крещения, познакомить с основными истинами, содержащимися в Священном Писании, ознакомить с вероучительными истинами, рассказать, что необходимо будет сделать буквально накануне крещения, что взять с собой, как вести себя во время крещения. И после этого уже можно будет приступить к самому великому таинству. Но здесь порой бывают возражения. Приходится слышать возражения со стороны людей, которые, узнав о том, что требуется некоторое время для подготовки, начинают, в общем-то, роптать, высказывать свое недовольство, мол, торопишься, жизнь такая стремительная, времени у нас ни на что не хватает, а вот на крещение можно ли как-то сократить это время? Вот раньше, говорят, было очень просто. Приходишь в храм, говоришь, я хочу креститься, и тут же тебе через короткое время и крестят, и ты уходишь в укрещенном. Почему же вот теперь такие сложности? И вот об этом бы мне хотелось тоже поговорить. Дело в том, что я очень хорошо помню то время, когда вот просто приходили люди и их сразу крестили. Это время было гонений на церковь. Это время было, когда безбожная власть старалась сделать все, чтобы человека не допустить до крещения. Если человек все-таки доходил до храма, доходил до купели крещальной, это было нередко сопряжено для него с неким внутренним подвигом. А что за подвиги? Сейчас расскажем, давайте вспомним те времена. В недавние, в общем-то, советские годы была мощная антирелигиозная пропаганда в нашем обществе, и людей старались всякими способами не допускать и до церкви, и тем более до церковных таинств. Над людьми смеялись верующими. Для теми, кто приходил венчаться, это были редкие случаи, но они все-таки были, потешались. То же самое происходило и над теми, кто принимал крещение. Но недостаточно было лишь просто их высмеять. Были более серьезные действия на людей, которые обращали церковь за крещением. И потому крещающихся было не так уж и много. Но тем не менее, они были. Приведу такой типичный случай. Причины, по которым человек приходил с ребенком, например, крестить этого своего ребенка в церковь. У молодых мамы и папы родился ребенок. Вроде все хорошо, и вдруг ребенок начинал болеть. Плачет и плачет. Общесковый врач ничем помочь не может. Педиатр в больнице разводит руками. Не знаем причин. И потом так втихаря советуют. Вот есть там бабушки, знахарки. К ним обратитесь, порой помогают. Родители несчастные с больным ребенком спешат по адресу. Приходят бабушки, знахарки. А та первым делом задает вопрос. А ребеночек у вас крещеный? Нет. Нет. А тогда ничего не поможет. Мои молитвы, мои заговоры влияют только на крещеного человека. С некрещенным все бесполезно. А что делать? Идите в церковь. А где она? Вот первая преграда. Нужно было найти храм. А они были далеко не в каждом городе. Уж не говорю про сельскую местность. И вот люди, узнав, где находится храм, узнав расписание работы этого храма, приходят в церковь. Тут опять некоторые препятствия. Их спрашивает священник уже, желающий принять крещение, желающий покрестить своего ребенка. А вы сами-то, родители, крещены? Хорошо, если крещены. А часто бывали, что и нет. А ваши крестные? А они? Часто тоже бывало, что нет. И крестика нет. И вот нужно было их немножко хотя бы каким-то азам научить, ну хотя бы как пальцы складывать для осенения себе крестным знамением. Порой на этом и заканчивалась катехизация пред крещением. Хотя бы они соглашались крестик на себя надеть, если они уже были крещены, но ходили без крестика. А то нередко случалось так, что вместе с ребенком крестили его родители и его крестных. Ну, конечно, порядок было несколько лет. Сначала крестились родители, крестные родители, а потом уже они, будучи крещенными, став крещенными, крестили своего ребенка. Хорошо. Но это еще не все неприятности. Самые приятности как раз начинались дальше. Необходимо было обязательно записать паспортные данные тех, кто приходили на крещение. А дело в том, что, вот даже, например, в моем случае, когда в 1978 году я стал священником, я отправился к чиновнику области полкома, так называемому полномоченному по делам религии, для того, чтобы получить вот эту справку. Справку о моей регистрации, что я, священник православной церкви, теперь получаю разрешение в данном городе совершать теряные требоисполнения. Без этой справки служить священник нормальный, законно рукоположенный, не имел права, его могли арестовать. И при вручении этой справки этот чиновник меня предупреждал. Вам запрещено пропагандировать свои религиозные убеждения. Только в стенах храма вы можете говорить о Боге. За пределом храма вы не имеете права говорить. Иначе это будет расцениваться как пропаганда религиозная со всеми текающими последствиями. Могли быть штрафы, могли быть аресты. В том числе и даже в доме своем я не имел права говорить своим собственным детям чего-либо о Боге. Я спрашивал, а как же так? А почему я свои детей не могу воспитывать в христианском духе? Вот пусть когда они вырастут, отвечал мне чиновник, тогда они и выберут, как им дальше жить. Но вы же в школе будете им навязывать атеизм. Да, у нас атеистическое государство. А я ничего не могу в право противовесом говорить? Нет, не имеете права. Конечно, мы на это не обращали внимания. Хотя бы в своем доме свои детей воспитали как должно. Но вот говорить о крещении, как готовиться к крещению, мы не имели права. И кроме того, требовалось от нас непременно, когда мы кого-то венчали, это было редко, когда мы крестили, это было чаще, непременно церковные работники должны были записать имя, фамилии, отчество человека, родителей, ребенка, его самого ребенка, свидетельство о рождении. Использовалось дальше паспортные данные крестных родителей. Все это фиксировалось в специальную регистрационную книгу. А раз в месяц или раз в три месяца из облсполкома или райисполкома приходил чиновник, эту книгу изымал, из церковного употребления уносили к себе. И там целое следствие проводилось относительно тех, кто были записаны. Кто они, где они работают. И если это был человек партийный, плод до исключения с партии. Если это был просто работник, человек работал, там собирались собрания, и этого человека ругали, вот как же так в наше время пошел крестить своих детей, или стал крестным. Плод до увольнения. В худшем случае лишали родительских прав родителей. Я знал такую семью, семью Пивоваровых. У них старший сын стал священником, а старшую дочь изъяли из семьи и отправили в интернат. Либо вот какие-то санкции на них наложить приходилось. Бывали случаи, когда заплаканные родители приходили с ребенком и говорили, дайте нам справку, что вы раскрестили нашего ребенка, иначе мы потеряем работу. Конечно, мы старались помогать тем, кто приходит креститься, хоть как-то избежать подобных неприятностей. При записи там путали фамилии, имена, паспортные номера или адрес, чтобы трудно было их найти или вообще не найти. Но там находили другой способ. Выставляли пикет около крестильного помещения, и кто идет креститься, их сразу комсомольцы подходили с повязками. Кто вы такие, откуда, рассказывайте. Люди тогда начинали стараться уезжать в другие места. Например, летом, когда люди уезжали в отпуск на море, например, в городе Сочи, в городе Анапа, в храмах сотни людей крестили, из разных уголков нашей страны приезжающих туда отдыхать людей. В Анапе, в городе Приморском, в небольшом храмике перестроенное было здание, обычное жилого дома, в храм тесный. И в этом храмике, в Серафимском приходе, тысячи людей приняли крещение со всей нашей России. Потому что наелись родители анапские атеисты, не смогут отследить по всему Великому Советскому Союзу тех, кто откуда приехал. Непростые были времена. Вот почему, когда приходили люди креститься, не было возможности с ними долго общаться. Нужно было поскорее покрестить, отпустить их с миром. Мы так понимали, в стране огромное количество людей некрещенных. И те, которые к нам пришли, хотя бы их покрестить. Да, мы не успеем ничего им рассказать доброго, правильного о Боге. Но за них мы будем молиться. Во всех храмах, не только по России, по всему миру за них начнется молиться церковь. И, возможно, Господь как-то приведет к себе. А вот если умрет человек некрещенным, то ты же ему ничем не поможешь. Церковная молитва о нем не будет совершаться. Вот почему порой даже архиереи наказывали тех священников, которые по каким-то причинам упускали возможность покрестить. Я припомнаю один случай, произошедший на приходе, где я служил, это был городской приход, в праздник Бокрова Пресвятой Богородицы, когда множество людей собиралось в храм, где-то полторы тысячи людей, сотни исповедников. Два священника было на приходе. Один совершал литургию, а другой совершал требы. Он исповедовал те сотни людей, которые пришли на литургию, желая причаститься. Тут ему сообщают, пришли креститься. Он оставляет исповедь, спешит, бежит в крестильный храм, крестит людей, потом возвращается обратно в церковь, доисповедует оставшихся. После литургии он еще совершает отпевание, потому что люди из деревень приехали, хотят отпеть своих умерших родственников. Тут ему сообщают в среднем отпевание. Еще пришла группа креститься. Он говорит, скажите, 10 минут пусть подождут, и я скоро приду. Когда он приходит крестить, оказалось, что одна семья не дождалась. Мы пришли, а нас не крестят. Они развернулись и ушли с ребенком. Архиерею стало известно. Он вызвал этот священник, в другой город, в этой архиальный город. Как же так? Ты мог упустить эту семью. А если этот ребенок потом никогда не покрестится, и таким уйдет из жизни, на твоей совести будет его судьба, за тебе не священником быть, тебе трактористом где-нибудь на поле работать, то есть с железяками работать, а не с людьми, отправил его в наказание, из городского прихода, в сельский приход. Поэтому в любое время, суток, когда приходили к нам люди с желанием креститься, мы все оставляя, обедал ты, или спал ты, или еще что-то другое дело, бежишь, сразу крестишь человека, чтобы не упустить его. Вот какие были времена. Сейчас совершенно другая ситуация. У нас множество храмов в одном только городе, а в сельских селениях тоже нередко бывают храмы. Нет затруднений с тем, чтобы найти место для крещения. У нас множество литературы, которая может помочь подготовиться к святому таинству крещения. И раз такие у нас теперь условия, нас никто не арестовывает, не угрожает нашему благополучию за обращение в церковь, нам нужно этим пользоваться и готовиться должным образом к этому великому таинству. Мне думается, что нам нужно благодарить Бога и ценить наши нынешние возможности. Ведь столько слез пролито за эту возможность, чтобы мы могли креститься, молиться, венчаться, исповедоваться. Новомученики российские пожертвовали своей кровью, своей жизнью за наше право веровать в Бога, молиться Ему и приходить к Танцу Святого Крещения. Цените эту возможность и да поможет вам Господь. Богослови, души моя Господа, и вся внутренняя моя имя святой Его, благослови, и синий Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова